Всем привет! Это очередной выпуск языковедческой передачи славянские корни. Меня вот тут критиковали в комментариях, что это не славянские корни, а индоевропейские корни. Возражу, это именно славянские корни и именно через славянский язык становится понятным смысл многих слов в других языках, например, в английском языке, где, если ограничиться, например, только английским языком, то нельзя понять смысл некоторых его слов. Но если привлечь к разгадке славянские языки, в частности, современные русские, то смысл становится понятным. Но сегодня я коснусь чисто славянских слов. В этом выпуске, а сначала небольшое наблюдение, которое вдруг пришло мне сегодня в голову. Вот курган, слово могила раньше означало курган. Это первичное значение слова курган. Но сейчас, когда мы слышим слово могила, нам перед мысленным взором является разрытая земля, то есть нечто подземное. Но изначально могила означало, слово могила означало курган. А посмотрите на современное, ну скажем так, православное кладбище, на могильные холмики. Могильные холмики, это же уменьшенные курганы. И можно теперь просто поразмышлять над тем, у кого в погребальном обычае сохранились эти небольшие курганы в виде могильных холмиков. А у кого они исчезли. Например, по-моему, на католических кладбищах вы не увидите могильных холмиков. А теперь обратимся к слову гроб. Гроб, гроб. Что общее между словом гроб и коробка? Гроб и коробка это слова одного корня. Гроб. Г твердое легко переходит в К и получается гроб уже короб. Вот таким образом из гроба появляется коробка. Теперь, что означает слово дом? Раньше вот можно встретить там в летописях и в старинных договорах о налогообложении в русской правде, который в подлиннике называется Правда Росика. Можно встретить такое, что налоги взимались от дыма. От дыма. Дым это где есть очаг, там и дым. То есть дым это была единица жилья. И вот слово дом это уже искаженное дым в значение жилище. И в связи с этим у меня возникла еще такая мысль. Вот гроб и дом и дым. В украинском языке есть слово домовина, значение гроб. Не может ли быть, что домовиной, что домовина, буквально это... Ну, что в этом слове сохранилось значение погребального обряда, сожжение. Может быть, раньше это было не домовина, а дымовина. То есть от дыма, когда сжигаете идет дым. На этом сегодняшний выпуск завершается. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok